В редакцию онлайнер прибыл айфон 7 и айфон 7 плюс. Поставляется смартфон в привычной для эпл коробке. Где мы можем найти вот это? Переходник для стандартных наушников, зарядное устройство и... никаких беспроводных AirPods. В комплекте идут наушники с проводом, но подключаются они не в привычный разъем, а в Lightning. Поэтому тем, кто надеялся получить в комплекте новомодные дорогие девайсы, придется их покупать отдельно. И выложить за них без малого пару сотен долларов. Привычного разъема 3,5 миллиметра в айфоне больше нет. Это место замаскировано под еще один динамик, но на самом деле там расположен барометрический датчик, который должен лучше определять высоту расположения устройства и давать более точные показания в приложениях типа здоровья. Но имени Джек никуда не пропал. Для того, чтобы им воспользоваться, в наборе есть переходник. Соединяете. Слушаете. Нельзя сказать, что это шаг вперед, но как есть. Внешний телефон практически неотличим от шестерки. Пропали полоски на торцах корпуса. Немного изменились кнопки регулировки громкости и внешний вид камеры. В седьмом айфоне она по-другому выступает из корпуса. В семерке плюс абсолютно новая двойная камера. О том, как она снимает, можно судить по следующим кадрам. Что касается кнопки домой, то в новом поколении продукции Apple это не механическая кнопка, а просто сенсорная площадка, при нажатии на которую срабатывает датчик Taptic Engine. Он имитирует эффект физического нажатия на кнопку, но ощущается он неприятно, словно люфт дешевого корпуса из пластика. Что касается начинки, в семерке получили самый топовый процессор A10. 7 Plus имеет 3 гигабайта оперативной памяти, а просто седьмой – 2. Функции iOS 10 мы рассматривали в отдельном видео, которое вы можете посмотреть по ссылке. В принципе, это все новшества, которые представила миру компания Apple в своих новых устройствах. Аппарат получился хороший, но в нем нет настоящих новинок, про которые хотелось бы говорить, а уж тем более ради которых стоило бы менять свой телефон на свежий гаджет. Пожалуй, сегодня китайские производители смотрятся в разы прогрессивнее, чем корпорация Apple. Сравнить цены, характеристики и купить нужный вам смартфон вы можете в каталоге онлайнер.